Одна арабская пословица говорит Мир боится времени, а время боится пирамид Пирамиды это самые знаменитые постройки на земле С их известностью мало что может сравниться Их величие потрясает Они самые огромные и они самые древние Самым старым из пирамид больше 5000 лет Но в процессе своего движения время все равно влияет на все Даже на пирамиды Мы смотрим на этот год, который заканчивается Мы видим, что все изменяется Мы изменяемся, обстановка вокруг нас изменяется Жизнь изменяется, люди изменяются Все меняется Все изменяется во вселенной Абсолютно все, кроме Бога Потому что Бог неизменен И сегодня я хотел бы говорить О таком важном качестве нашего Господа Его неизменности Неизменность Бога говорит о том, что Его сущность, характер, атрибуты, воля, намерение и обетование Совершенно стабильный и неизменный Бог не поддается никаким изменениям Независимо от того, что происходит вокруг Него Если мы открываем книгу Исход, 3 главу, 14 стих Это то первое место, где Бог открывает самого себя Кто он есть, как Бог описывает себя И Бог провозглашает свое имя Бог сказал Моисею Я есмь сущий Я есмь сущий I am who I am И сказал сынам Израилевым Сущий Иегова Тот, кто пребывает всегда Послал меня к вам Я есмь сущий Значит, что Бог существует всегда и вечно Без ограничений временем и местностью Такое существование, оно освобождает Бога От границ прошлого, настоящего и будущего Бог не изменяется В нем нету и тени перемены Нет ничего, что могло бы повлиять на Бога И изменить его сущность Я есмь сущий Значит, что Бог переступает границы времени Потому как Он никогда не изменяется Поэтому Он остается все тем же На протяжении всех поколений человечества Бог не меняется Он сущий Я есть тот, кто я есть В Малахии 3 глава 6 стих Это важный стих для нашего размышления Господь прямо говорит о себе Он заявляет Малахии 3 глава Книга пророки Малахии 3 глава 6 стих Ибо Я, Господь Я не изменяюсь Поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились В этой главе описывается ситуация Когда Бог должен был за грехи своего народа Он должен был их уничтожить Он должен был их наказать Но Господь говорит Я, Господь, я не изменяюсь И вы не уничтожились Почему? Потому что Бог обещал Аврааму О том, что его потомки Его наследие Его народ Он будет сохранен Бог пообещал в своем слове О том, что будет великий народ И Бог говорит Я не изменяюсь Поэтому я вас не уничтожил Я обещал Да, Бог наказывал Но Бог не уничтожил полностью народ Как тот того заслуживал Потому что Бог не изменяется И когда мы говорим о том Что Бог не меняется Что это значит? В чем Бог не меняется? Как Библия говорит об этом? Давайте посмотрим Если мы откроем Псалом 101 И прочитаем с 26 по 28 стихи То Давид пишет такие слова Вначале ты основал землю И небеса дело твоих рук Они погибнут А ты прибудешь И все они как одежда износятся И как одежду ты переменишь их И изменятся Но ты тот же И годам твоим нет конца Библия говорит о том Что Бог не меняется О том, что жизнь Бога не меняется Он совершенен Ему нечего добавить к себе Как сказал христианский богослов Артур Пинг Он сказал такие слова об этом Бог не может стать лучше Потому что он уже совершенен А будучи совершенным Он не может стать хуже Он не может стать умнее Он не может стать сильнее Или он наоборот Он не может постареть Потерять свою силу У него нет провалов в памяти Он все помнит Ему не нужна посторонняя помощь Он самодостаточен и совершен Его жизнь не меняется Бог вечен Совершенен И он не изменяется Ничто в его сущности не меняется Он точно такой же Совершенный всемогущий Бог Каким он был пять тысяч Десять тысяч лет назад Когда он только творил землю И он такой же совершенный Всемогущий Бог и сейчас Он такой же мудрый Совершенный, как он был во времена Соломона И он такой же и сейчас Он такой же любящий и добрый Он такой же все знающий Все объемлющий Жизнь Бога не меняется Он не меняется Библия говорит о том, что характер Бога не меняется Если мы откроем 1 царство 15 главу И прочитаем 29 стих То мы прочитаем такую истину И не скажет неправды И не раскается верный Израилев Ибо не человек он, чтобы раскаяться ему Божий характер не меняется Напряжение, шок или болезнь Способный переменить человека Но ничто не может изменить характер Бога В течение жизни Вкус и мировоззрение Характер человека Могут полностью меняться Человек, который был добрый Со временем он может стать Злым или заносчивым Циничным Человек, который Когда-то был посвящен Чему-то, он может стать ленивым Человек, который любил одно Со временем он говорит Я люблю другое Мы сами свидетели этому Что в нашей жизни мы меняемся Но с Творцом ничего подобного не происходит Господь не меняется в своем характере Он не может стать Менее любящим Менее заботливым Менее добрым Менее справедливым Чуть-чуть слабее, чем он был Бог не меняется Характер Бога сегодня такой же Каким он был в библейские времена И таким останется всегда Есть даже Богословское направление В современном христианстве Которое учит О том, что Бог меняется Бог в процессе познания Оно звучит Называется как Открытый теизм Того, что Бог Вот он все создал И для него все каждый день Тоже новое, как и для нас Он все открывает Ух ты, что-то получилось Вот здесь И вот так происходит И поэтому все какие-то события На земле Для него Они точно так же новые Как и для нас Это полная глупость Потому что Если Бог каждый день Он изменяется Или Он что-то не знает И Эти люди Они учат о том Что ну и Бог Не все может сделать И его характер Может поменяться Так как Бог в процессе изменения Он постоянно что-то узнает У нас Людей нету Никакой надежды на будущее И вообще мы не можем тогда верить Этому Богу Мы не можем верить Его Слову Почему? Но если Бог изменяется Если его характер изменяется То как я могу быть уверенным Что то, что Бог говорит Что он добрый Что завтра он не будет злым Богом И как я могу быть уверенным Что надеясь на вечную Счастливую жизнь Совершенным добрым Богом После смерти Я окажусь в царстве Самого злого существа во вселенной Если я буду верить В том, что Бог изменяется Что его характер Можно изменить Что для него все Что время влияет на него Это богохульство И это подрывает Всю жизнь человека Мы тогда ничего не имеем Никакой надежды Никакой уверенности Мы вообще не можем верить Но Бог не изменяется Его характер не меняется То, что он считает Правильным Оно так и остается правильным Независимо от того Что происходит И поэтому Библия говорит так же Что Божья истина Она не меняется Человеческие слова Вещь непостоянная Но не слова Бога Когда человек говорит что-то Да, человек может пообещать Но не исполнить Как Было такое выражение Мужчина сказал Мужчина еще раз скажет Поэтому Можно Можно говорить И говорить Но человеческие слова Они часто дешево стоят А вот слова Божьи Бог никогда не разбрасывается Словами Бог твердо стоит За свое слово Исаии 40 глава 6 по 8 стих Мы читаем Книга пророка Исаии 40 глава Всякая плоть Трава Трава Засыхает Цвет Увядает А слово Бога Нашего Пребудет Вечно Оно неизменно То, что Бог Сказал Оно не меняется Его требования Его законы Заповеди Они не меняются Пусть вся вселенная Станет и скажет Мы не согласны с тобой Бог даже глазом не моргнет Потому что его слово Не меняется Сегодня можно услышать Ну вы знаете Это было тогда Эти принципы Вот для тех времен Тогда было легче А сегодня Жизнь поменялась Принципы поменялись Обстановка поменялась Так скажите это Богу Бог скажет А слово мое Не меняется Оно неизменно Слово Бога нашего Пребудет вечно Псалом 118-89 Давид пишет Навеки Господи Слово Твое Утверждено На небесах Как бы я Мне что-то не нравилось В Библии Есть много Текстов Которые люди говорят О, мне не нравится Этот стих Но он сегодня Не подходит Но его надо убрать Из Библии Но попытайтесь убрать Даже люди Пытаются убрать Некоторое время назад Была издана Библия Есть английский вариант King James Version И издали Библию Библия королевы Мэри Библия в которой Одобряются Все Однополые отношения И все стихи Которые Библия говорит О том Что это не грех Это неправильно Бог осуждает Это Там это все По-другому написано Люди уже Посягают На слово Бога Говорят Ну вот же ж написано Мы не согласны Это Это ваше дело Что вы там верите Да пусть все Перепишут И переписывают Слово Бога Не меняется То что Бог сказал Оно Остается таким же Как Бог Говорил Это Моисею Бог это говорит Сегодня нам Ничто Никакие обстоятельства Не дают Право Человеку Считать Что слово Божье Может измениться Если Бог сказал Что что-то произойдет Оно происходит Если Бог сказал Нужно так поступать По этим правилам По этим принципам Нужно так поступать Не поступаешь Получишь результат Потому что Божье слово Не меняется Божья истина Она неизмена Бог по-прежнему Твердо стоит За все обетования Требования Провозглашения И за все слова Предупреждения Обращенные верующим Бог На страже Своего слова Он не даст Своё слово в обиду Если Бог сказал Это будет Бог по ругам Не бывает Мне нравится Вот этот стих Который говорит Что Бог по ругам Не бывает В другом переводе Этот стих Звучит так С Богом Шутки плохи Если люди думают Если люди думают О том Что я могу поступать С Библией Как хочу Вот это читаю Это не читаю Бога это не устраивает Его слово Не меняется И это важно Помнить нам Это ободрение Для верующих С одной стороны Потому что мы знаем Что Бог сказал Оно неизменно Но будет происходить Эти принципы Работают Его слово Также имеет силу Потому что Бог Не меняется И с другой стороны Мы должны помнить Что если я попытаюсь Что-то изменить И думаю Ну это было Вот тогда Сейчас другая жизнь И Библия Библией А жизнь Жизнью То я ошибаюсь Бог говорит Слово Не меняется Божья истина Не меняется Потому что Бог Неизменен А так как Божья истина Не меняется Его характер Не меняется То Библия Говорит Что Божьи пути И замыслы Они так же Не меняются Они неизменны То что Бог задумал Он совершит Мне очень нравится Этот стих Исаии 46 глава 10 стих Господь говорит Это прекрасные слова Я возвещаю От начала Что будет в конце И от древних времен То Что еще не сделалось Говорю Мой совет Или замысел Состоится И все Что мне угодно Я сделаю Мы уже когда Говорили о том Что у Бога Есть план Он пишет Историю У него есть цель И он достигает Ее различными путями И то что Бог задумал Он совершит Как бы люди Не пытались Изменить историю Как бы люди Не пытались Противостоять Вспомним тот же Советский Союз Когда пытались Уничтожить христианство Разрушить все Думали что все Бога нет Мы убили Бога Но Божий Замысел Состоялся Советский Союз Умер А замысел Бога Продолжает Жить И развиваться И двигаться К цели Которую Определил Господь Все Божьи Планы Относительно Каждого Человека Каждого Государства Бог Приведет В исполнение Он Закончит То что Он Начал И это Утешение И ободрение Для нас Потому что Мир вокруг нас Он изменяется Время Берет свое Бог не меняется Поэтому мы знаем Что Пусть все рушится Пусть все идет Прахом Господь Неизменен И то что он делает Он доведет до конца И поэтому Все его обетования Все его слова Все его обещания Вся его забота Она неизменна И Бог такой же Как ему он был Вчера и третьего дня Господь С нами Мне нравится В слова Джеймса Пакера В его книге Познание Бога Когда он пишет О Божьих путях И замыслах Он говорит так Сегодня Бог Воздействует на грешников Точно так же Как и в библейские времена Он все так же Являет свое господство И свободу Когда делает различия Между грешниками Он позволяет Одним услышать Евангелие В то время Как другие Его не слышат Так Бог Учит своих святых Что он никому Не обязан дарить Свою милость И что сами Они обрели жизнь Исключительно По его благодати А вовсе Несобственными усилиями Господь все так же Благословляет Тех Кого любит Так что Они смиряются И вся слава Принадлежит только ему Бог по-прежнему Ненавидит Грехи своего народа И допускает Всевозможные Страдания И скорби Чтобы отвратить Их сердца От предательства Непослушания Как и раньше Он ищет общение Со своим народом И посылает Им как печали Так и радости Чтобы направить Их любовь на себя Бог все так же Учит верующего Ценить его обетование Обетованные дары Заставляет ждать И настойчиво молиться Об обещанном Именно так Он общался Со своим народом Как узнаем Мы из Писания И сейчас Он общается Со своим народом Точно так же Бог не меняется Абсолютно Ничего не изменится В нашем Боге Ни один Ни один атом Ни одна крупица Его сущности Она никогда Не поменяется Бог вечен И не изменен Это великая Радость И ободрение Для каждого Истинного Слуги Ребенка Божьего Это так же Большое предупреждение Для всех тех Кто не служит Богу Не является Его Потому что Некоторые говорят Ну Бог стал добрее Бог уже полюбил нас Поэтому мы можем делать Что хотим И потом мы все Попадем на небо И когда И когда я Буду перед Богом Я ему скажу Ну знаешь Жизнь на земле Была трудная И ты не помогал Мне Я сам пытался Ты должен меня понять И простить Ничего такого не будет Бог не меняется Бог так же ждет Святости Бог так же ждет Послушания Бог так же требует Покаяния Но Бог так же Продолжает заботиться Давать силу Любить Защищать Благословлять Его характер Неизменен Его жизнь Не меняется Его слово Неизменно Его замыслы Не меняются В Евреям 13 глава 8 стих Мы читаем Такие слова О нашем Господе Иисусе Христе Он Бог Иисус Христос Вчера И сегодня И вовеки Тот же Когда мы говорим О том Что Бог не изменен Мы говорим Об Иисусе Христе Потому что Он Бог наш И Он не меняется И Он точно так же Как Он Вчера И сегодня И завтра Он точно так же Он любит Он точно так же Ждет Он точно так же Спасает Он точно так же Ходатайствует Он точно так же С нами И Он не изменится Наш Господь С нами Он никогда Не меняется Это большое Утешение Для всех Божьих людей Когда мы Вступаем В Новый Год Все вокруг Будет меняться Каждый день Будет что-то Меняться В нашей жизни Мир будет меняться Мы будем меняться Но будем помнить Что наш Бог Не изменен Он не меняется И пусть В переменчивом Мире Мы Мы живя В переменчивом Изменчивом мире Мы будем помнить Что наш Бог Не изменен И это будет давать Нам силу И утешение И ободрение Жить для Его славы И служить Ему И ждать встречи с Ним Потому что Он не изменен Я хотел бы Закончить Свою проповедь Словами Из одного Христианского Гимна Подобно Цветку Расцветет Человек И вянет Но ты Не изменен Вовек Аминь Помолимся Продолжение следует...